Десногорск В региональном МВД стартовала оперативно-профилактическая акция «МАК-2021». Мероприятие направлено на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака, конопли и других растений, а также на перекрытие каналов и их незаконной перевозки. В рамках рейда правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия с целью отыскания и изъятия из незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, перевозимых автотранспортом. Представители Управления наркоконтроля совместно с сотрудниками ГИБДД и инспектором-кинологом при силовой поддержке спецподразделения «Гром» провели обыск транспортных средств на одной из трасс Руднянского района. Всего был осуществлен досмотр 57 автомобилей, а также 63 граждан, находящихся в них. Предметов и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту на территории Российской Федерации, обнаружено не было. Со всеми остановленными на дороге смолянами проведены профилактические и разъяснительные беседы, розданы тематические листовки. Рук интересов и увлечений десногорских школьников невероятно велик. От физики и астрономии до моды и литературы. Проявлять и совершенствовать свои способности ребята могут, участвуя в конкурсах и олимпиадах. Чем они с успехом и занимаются. 24 июня талантливых школьников Десногорска, отличившихся в науке и творчестве, наградили в администрации города. Победителей и призеров поздравляли председатель комитета по образованию Татьяна Токарева и исполняющий обязанности главы города Александр Новиков. Присутствующие не скрывали гордости и, конечно, радости за подрастающее поколение десногорцев. Наша первоочередная задача – это воспитание подрастающего поколения. И судя по тому, что мы очень часто с вами здесь встречаемся, мы вас благодарим, мы вас награждаем. Мы с этой задачей справляемся, с вашей помощью. Вы молодцы, вы добиваетесь успехов, вы развиваетесь. Вы своим развитием и своим стремлением заставляете двигаться и нас в том числе. Грамотами и благодарственными письмами наградили ребят, которые вышли на региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников и добились призовых мест. В дистанционном формате ребята проверяли свои знания по математике, физике, астрономии, обществознанию, истории и русскому языку. Среди награжденных также были дети, принявшие участие во всероссийских и международных проектах фонда АТР-АЭС при поддержке концерна «Росэнергоатом» в 2020 году. Это конкурс литературных работ «Атомный пегасик» и конкурс детских фотографий «Мир в объятиях природы». «Я фотографировала природу Десногорска, потому что считаю, что она очень красивая и должна быть в книгах». Колоссальное количество работ, присланных на оценку жюри, организаторы объединили в большие сборники. Творческие труды конкурсантов стали красочным фотоальбомом «Мир глазами детей», а повести и рассказы превратились в книгу «Когда закончилась война». Эксклюзивные издания появятся не только на полках у призеров, но и в библиотеках образовательных учреждений города. «Я писала про своих родственников, прошедших войну, истории, рассказ про них, как они это проживали, какие были ситуации, что произошло с ними. Что тоже важно, как для меня, для моей семьи в общем». Молодые и одаренные, полные энтузиазма и надежд, десногорские школьники уверены, что впереди у них еще больше ярких побед и покоренных вершин. Виталий Волков, Ксения Ложкова, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. На сегодня выпуск завершен. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова